Участились случаи сейчас обращения в управляющую организацию жителей с вопросом о том, что ходят по квартирам, по подъездам наших многоквартирных домов, иногда даже представляясь о том, что это делается от имени управляющей организации. Участились посторонние люди. Я с ними не общалась, так как они, конечно же, к нам не обращались. Но информация доносится до собственников следующего характера. О том, что в доме будет капремонт в дальнейшем. Но вот сейчас мы вам поменяем эти трубопроводы. Вы пустите нас в квартиру и заплатите нам деньги. Так вот, я хочу сказать, что участились именно сейчас вот такие обращения от жителей с просьбой подтвердить или опровергнуть, от нас ли эти люди. Так вот, они не от нас. Проведение капитального ремонта регламентирует проведение сразу же общего собрания собственников и решение общего собрания по капитальному ремонту для того, чтобы люди представляли. И капитальный ремонт проводится сейчас фондом регионального оператора. В основном по минимальному перечню работ, который утвержден жилищным кодексом и законодательными актами правительства Московской области. То есть все эти моменты, они регламентированы. Так вот, к жителям приходят посторонние. Эти люди мошенники. Они предлагают поменять разводку. Почему? Потому что по договору управления у нас есть границы эксплуатационной ответственности управляющей организацией, которая обслуживает общее имущество, и квартирного и в общество собственников. Сантехническое оборудование, трубопроводы до стояка, до ответвления от стояков, на которых установлена запорная арматура. Так вот, предлагается поменять именно от сантехнических приборов, либо сами приборы, либо трубопроводы за плату. Составляются какие-то списки. Мы этой информацией не владеем. До нас она не доводилась. Мы с этими людьми не сотрудничаем.